Приветствую всех, друзья! Сегодня будем менять колодки на 14 или 8 семейство. Операция простая, операция легкая, поэтому многие автолюбители и автовладельцы решают заменить колодки своими руками. Понятное дело, ребят, не будем останавливаться на снятии колес и так далее. Единственное, только вы обратили внимание, я вывернул немного колесо в эту сторону, чтобы было легче вот здесь откручивать вот этот болт. Суппорт, как видно, у нас крепится на двух болтах, да, они законтрины оба, но открутить нужно всего лишь один верхний, второй откручивать не надо. Немного можно почистить. Диск, кстати, видите, уже подходит здесь, минимальная толщина уже превышена. Диск нужно менять. Ну и что ходят? Это родные диски. 350 тысяч пробег у них. 350 тысяч пробег у них. Ребят, прежде чем снимать суппорт, нам нужно вдавить поршень в суппорт, вот этот. Для этого я использую всегда советскую хорошую отвертку, но сейчас она потерялась, поэтому без нее будет проблематично. Здесь основная загвоздка, на мой взгляд, как раз вдавить суппорт, потому что он залазит туда, как правило, неохотно, а еще если немного начинает наперекос идти, то он просто заклинивает туда, дальше не вставляется. Ну ладно, сейчас попробуем, посмотрим. Вот он, да, начинает, видно, уходить. Но он идет немного наперекос. К сожалению, отвертка волшебная моя пропала. Ну вот почти все уже, да, видно, что он почти уже ушел. Как бы я стараюсь тянуть равномерно с двух сторон, чтобы с этой и с этой, чтобы его не перекашивало. Чуть-чуть осталось, прям миллиметра четыре буквально, да? Так, давайте сейчас ладно открутим, может быть мы одну колодку переставим сюда, и тут прям чуточку осталось, и утопим его. Так, для того, чтобы снять суппорт, нужно здесь отогнуть стопор. Да, как я это делаю? Обычно, обычно использую нож. То есть, вот у нас, да, стопор, как видно, отогнулся. И сейчас мы его возьмем, например, монтировку, да, вот сюда. Все, в принципе, готово. Так, дальше у нас здесь ключ на 13, да, если я не ошибаюсь? Так, иногда, когда стопор не до конца, я еще делаю вот так вот. То есть, как бы, подбиваю его сюда. Можно взять головку, кстати. Так, все, пошел. Ну, че уже, болты родные, это все родное здесь. Суппорты родные, кстати, вообще не перебирались даже. Так, ну, все, в принципе, да, сейчас, собственно, у нас без проблем. Так, вот здесь вот снимаем. Так, шланги, да, шланги нужно менять в ближайшем времени. Шланги уже староватенькие. Да, машину надо менять уже, а не шланги. Так, вот что у нас здесь осталось от колодок. Вообще, что-то застряло даже. Сейчас мы поставим сюда вовнутрь, они прям это, от этих вот окислов, что ли, на краях уже очень плохо вставляются туда. Обычно всегда вставлялись без проблем вот так. А, ну вот. Ну, теперь попробуем еще додавить. Тут чуть-чуть осталось. Осторожно только, потому что у нас здесь уже лицевая поверхность диска, поэтому без усердия, так скажем. Так вот я, допустим, две монтажки могу здесь. Ну, прям это, чуть-чуть. Наверное, он не заходит даже уже за это. Из-за того, что он старый, я ржавчина на нем. Ну, в принципе, раньше залазили все. Вот опять же я говорю, у меня была моя волшебная отвертка, с помощью которой я это делал. Немного проблематичная. Ну, вот он почти, да, зашел. В принципе, может быть, колодки уже даже залезут. В принципе, но он должен заподлицо залазить. Сюда вот он должен залазить заподлицо. Прям ничего оставаться не должно. Вот отвертка, про которую я говорил, она как раз вот влазила сюда, прям целиком. И то есть можно было легко заправлять. Эта операция очень была быстрая. Так, все. Короче, мы его утопили. Вставляем новые колодки. Так, что мы здесь вот видим, да? Короче, здесь уже шланги под замену. Вот пыльник тоже на подходе. Вот. Ну, ладно, мы меняем колодки, поэтому останавливаться как бы на этом не будем, да? Колодки, ребята, как бы я не знаю, какие хорошие, какие нет, как бы. Сейчас целая куча уже всяких колодок, чего только нет. Поэтому я просто взял вообще, какие были в магазине. Пробовал ставить разные. Колодок у меня уже целая куча стояла. Поэтому я, как бы, уже скептически к этому всему отношусь. Колодки, не колодки. По-моему, все какая-то одна байда. Да, ну, просто их вставляем, как бы, сюда они. Здесь ничего вообще сложного нет, да? Не вижу. Все. Кстати, что еще можно, как бы, да, как вариант, ребята, можно вот снять вот эти, но они у меня смазаны, да? Обычно вот здесь вот, вот этот шток, который ходит, все забывают про смазку. Вот здесь вот колпачок, то есть вы его снимаете, да, отсюда вытаскиваете, набиваете смазкой, чтобы он вот так вот легко вообще все ходил. Потому что там, вот я даже слышу, ходит, я слышу, там булькает смазка. Да? Вот. Здесь и так же внизу, если давно, как бы, вы не лазили, то вот эти места можно смазать. И все, как бы, ставим назад суппорт, натягиваем болт. Вот здесь вот пружины, да, они у нас оттягивают назад. Все, как бы, да, закрутили. Затянули. Так, хотел видео закончить, ну ладно, давайте уж я это. Затянули так нормально, не воротком, конечно, не ломиком, но так, нормально затягиваем. И дальше загибаем какой-то штупор, который поживее из них. Обычно вот так вот я делаю. Все. Готово. Ну вот, ребята, все, в принципе, тут на 10 минут делов. Как я уже говорю, самая проблема, обычно вот всегда загнать поршень суппорта назад. В принципе, остальное, все это элементарно, быстро, легко делается. Все, ребят, всем пока. Если видос вам понравился, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И оставляйте, конечно, ваши комментарии. оставляйте, может быть, вы знаете способы легче, проще и быстрее. Все, всем пока, всем удачи.